мы сюда ехали часа четыре а лететь менее полутора часов в аэродром где коровы не ходят олени не ходят я вижу вот первый раз на таком самолете мг-5 это прокаченная версия мг-4 и они всегда эти узлы крескиваются или там ничего у него нет такая дырка прям вообще главное это вот это вот смотрите насколько серьезно здесь сделана система уборки выпуска шасси двухпоршневой суппорт от фирмы эринген нигде даже ни капли масла нет сколько летаю ни разу ци игрок и цех на крыле итак друзья всех рад приветствовать с вами и лес и дядя гриша и это sky pistons workshop сегодня 20 июля 836 утра на днях от нашего кудрявого поступил запрос на проведение инспекции очень интересного самолета под названием энджи а какой энджи и каких видов энджи и каких годов энджи вы узнаете ходе нашей инспекции поехали для проведения инспекции нам понадобится общий набор инструментов ускорятели процесса новенький эндоскоп и компрессометр грузим все это в багажник нашей машины отправляемся с аэродрома волжанка едем мы едем все еще едем что-то нам надоело ехать у нас кудрях догнал на своих пламинго поехали дальше собственно приехали аэродром новинки я надеюсь теперь понимаете почему мы топим за эту малую легкомоторную авиацию вы сюда ехали часа четыре а лететь менее полутора часов давайте заценим аэродром где коровы не ходят олени не ходят не на как может быть или не ходят а другом агрегатном состоянии ждем сейчас нам ангар откроют и пойдем работать итак друзья поехали работать начнем со стандартной процедуры а именно гонка силовой установки проверим что он нам показывает на каких параметрах выйдем на обороты значит догреем двигатель до удобоваримого уровня для того чтобы замерить компрессию далее сделаем эндоскопию и продолжим по планеру давайте пройдемся по внутреннему убранству и конфигурации этого самолета значит справедливо будет отметить то что mg5 это прокаченная версия 4 mg5 это уже по сути дело bristol то есть это уже другая контора там у них как и полагается у многих успешных удачных контор тот кто был конструктором данного летательного аппарата просто отпочковался и создал свою контору который назвал пристал могу в некоторых моментах быть не точно но это не суть важно судьба специфика крутость самого самолета значит этот самолет в своем классе имеет очень широкий мидель мидель по кабине здесь может спокойно сидеть два человека спокойно сидеть и не касаться плечами а очень редкая функция значит в таких самолетах это центральный блок рудов и он же дублирован под военных летчиков здесь руд под левую руку и также вот смотрите на центральной панели очень редкая функция это до конца от ковены вижу вот первый раз на таком самолете далее значит мы здесь имеем комплекс 10-дюймовый g3x навигационная система тоже гарминовская радиостанция комплекс будильников будильники значит это приборы контроля работы двигателя аналоговые мембраны анороидные приборы управление винтом далее значит вот здесь находится вот так вот значит угры который переключает пк рд на эфис который показывает вот здесь не переключайте на аналоге он вас переключает все на будильнике спорная функция но нужно это делается для того чтобы не сдваивать количество датчиков потому что датчики которые работать с пфд мфд не всегда работать с аналоговыми будильниками ну далее стандартные значит дергалки которые нас показывают различные необходимости управления самолетом блок автопилота выпуск закрылков это кстати фишка чехов они любят делать выпуск закрылка в многолетниках можете посмотреть 10 градусов 20 градусов и 30 градусов максимально далее смотрим правильность отклонения в эту сторону и убираем все обратно вот сейчас дождемся пока он прогреется и кстати самая главная фишка которая чуть попозже покажу это уборка выпуск шасси именно эта машинка умеет убирать и выпускать шасси то есть это retractable gear так ребята смотрите здесь значит находится у нас 912 роток 100 лошадиных сил летает на 95 бензине он карбюраторный из интересных моментов что мы можем с вами увидеть значит так как у энджишек обристолов очень плотная посадка капотов очень маленькие ноздри здесь более прокачанная более продуманная более правильная системы дефлекции ваше любимое слово на смотрите ребят здесь комбинированная система охлаждения а именно набегающим потоком воздуха при попадании сюда охлаждаются рубашки цилиндров головки охлаждаются как я же 84 раз рассказываю жидкостью для того чтобы температура охлаждающей жидкости она же температура головок цилиндров и температура масла были более-менее на одном уровне а это между 95 и 105 градусов по цельсию пересчитать фаренгет кому интересно вот для этих значит задач используют два термостата один термостат это масляный вы его наблюдаете прекрасно который замыкает работу вот этого спереди находящегося масляного радиатора и также здесь находится значит термостат системы охлаждения жидкости вот из интересных фич здесь находится не скажу сертифицированную но это заводского исполнения ресивер очень крутой ресивер интересен тем что он сажается на мотораму частично и далее значит замыкает два карбюратора чтобы у них от вибрации вот эти фланцы не разбегались кстати недавно был прецедент что попались бракованные фланцы соединяющие входной тракт с карбюратором и они просто разорвались если я сейчас найду фотку я вот сюда вставлю видимо нашел теперь смотрите ребят дальше здесь настоящий чешский подход а именно здесь очень много таких вот девчачьих бирюлечек которые они любят делать под капотом это очень круто значит полный комплекс по всей топливной системе это пожара безопасные нарукавники вот эти вот гандончики давайте назовем их так надо будет запикать вот далее у инжишек была тотальная проблема а именно это что касается выхлопного тракта почему-то они считают что вообще чешская школа ультралайтов они считают что значит резонатор бачок выхлопа является конструктивной частью моторамы и они к моторами его жестко пределывают и они всегда этим узлы трескаются ребят здесь же это уже пристал я так полагаю здесь ребята ушли наконец от этой темы казалось бы да не очевидная вещь не повесили этот выхлопной тракт относительно моторамы на пружине что я должен ответить под отметить по двигателю ребята двигатель достаточно свежий интересным моментом является что интересным моментом является то что он полностью сухой этот самолет налетал около 500 часов вот и в общем-то для своих 500 часов он очень неплохо в состоянии поехали дальше смотрите ребят следующий момент касаемо винта нам владелец самолета подсказывает что фирма new form я с ним ни разу не встречался выпускается в германии интересен он тем что очень неплохой кпд водит опять же сослов владельца но мне что интересно посмотрите на вот этот блок изменения шага винта первый раз в жизни вижу настолько основательно сделаны блок который у нас является схем системы для перекладки шага винта а именно переустановки угла атаки лопасти посредством вот этого швп вот этого швп вот здесь находится электромотор здесь находится редуктор вот вот здесь находится механизм концевиков который показывает максимально и минимальной точнее максимально облегчить максимально затяжелен винт и вот это все через качалку выходит в сердечник гирбокса который и уже непосредственно перекладывать лопасти очень интересная система показывает блок управления вам не буду это обычный airbox вский блок там чумного нету слушай ну быстро работает отлично спасибо так работу винта мы продемонстрировали значит от до перекладка до 8 секунд у таких винтов электрического подвода считается нормальным у этого вы визуально наблюдать насколько быстро перекладывать помните я показал тумблер туда-сюда бегает вот вот смотрите он я был малость не прав здесь не просто с одного датчика вот это датчик для гармин а вот это датчик для водоошного аналогового дать указатель это давление топлива также здесь дублированная система система давления масла вот а общими значит элементрию берут с температурных датчиков то есть это температура выхлопа и температура голов цилиндров очень даже круто ну либо как-то придумать как мы зила подвинем чтобы кран сразу же и это куда-нибудь его убрать чтобы за зимом стоит 10 8 5 сайт 60 5 сайт поданного вот вот тоже надо ребята самая бесполезная вообще процедура вот тогда ротоксах я еще ни разу не видел настолько сильно убитых ротоксов которые показывали бы меньше вообще допускает до пяти 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 вот до 25 процентов один нет подданного давления чтобы он показал меньше скорее всего не должен вот сука вот такая дырка прям в поршнях везде мелькаю с эндоскопом я его люблю рисовать везде в кавычках вот но ребят совсем недавно в офисе мне выдали новый это тоже джей проб нт но это уже hd то есть вам почти формате уже показывают посмотрите мы обычно ноутбук возьму сейчас возим мобильник очень круто снимает прям очень сильно нам нравится вот смотрите фишка именно нт видите как он становится все можно как угодно ставить у них есть версии когда он фиксированный такой ровненький есть версии когда он не фиксируется а есть самый средний вариант ну и самый главный это вот этот ссылка конечно вся сейчас клапана передает привет и клапана передает привет все нормально все нормально вот они живые все это выпускной да и хунинг я вижу да все все ну я так чисто сейчас свой наступного слайкой нужно ты смотрел слайкой ноги не находил дофигачок и раковины блин на цилиндрах постояло вот что все что было выявлено скорее всего по ng4 я вижу очень много изменений особенно по дополнительным накладкам усилительным лямкам которые идут вот здесь вот дней вот здесь вон там соединение хвостовой части фюзеляжа с салонной части фюзеляжа давайте так вот этих усилений они появляются только в ходе при появлении опыта эксплуатации томишь вот этого на четверках нету на пятерках уже есть такая преемственность скажем так полученного опыта кстати планер очень нажимаем значит цель на руль высоты ребята достаточно большая площадь систем тримирования по тангажу вот и один интересный момент смотрите здесь тоже находится планерный чип помните она динамика показывал вот владелец говорит что вещь очень интересный и сет почему такое не поставили на элерон значит стандартная навеска это реально петли что на руле высоты что на элеронах все это достаточно неплохо работает согласно руководству смазывается моторным маслом можно в принципе и другим смазками там целый перечень поставил нащельник это называются до нащельники это называются до нащельники вот эти планерной чипы вот ладно поехали дальше итак ребят смотрите шасси здесь сделаны очень серьезно особенно передняя стойка классический блок самор стойкой двузвенник далее значит раскосных блок ты даже подсвечу посмотрите насколько серьезно здесь сделана система уборки выпуск 6 она к слову гидравлическая здесь мы с вами видим гидроцилиндра уборки выпуска и значит амортизационный блок который выбранными выпущен на положение скажем так чуть-чуть убирает люфт и распирает их далее тросовая проводка которая по рульное направление работает вот очень серьезно сделано очень серьезно но и стойки точнее створки шоссей на реальных петлях они сдвоенные соединенные кинематические между собой то есть тогда тогда там тогда там все нормально все здесь очень даже неплохо люфты есть не быть не может за 500 часов поехали дальше теперь смотрите ребят двух поршневой суппорт от фирмы эрингер очень бородато диски сами тоже эрингеровские и передний диск здесь тоже эрингеровский значит вот у нас амортизатор жидкостной пневмо амортизатор заправляется одна полость и здесь вторая полость здесь далее идет значит кинематика работы основной стойки по амортизатором это такая скажем так аля сакатовская система идет стойка и она ломаная подстойка вот такая идет здесь значит механизацию уборки выпуска все расположены вы видите вот здесь вот узел крепления передней вот там и здесь узел крепления задней далее значит гидроцилиндр уборки выпуска вот он идет и сверху идет газовый пневмо амортизатор который фиксирует в убранным и выпущенном положении что интересно хотел сказать ребят смотрите вот этот вот сенсор это твердотельный магнитный сенсор то есть вот идет у нас пятачок который доходит до этого места и здесь он замыкается посредством ответной части вот этого пятачка то есть это магнитный датчик который у нас показывает убранное выпущенное положение шасси то есть он твердотельный в нем ничего не ломаться не чему здесь как стандартно вот язычковых концевиков нету и это я считаю что очень круто кстати редко что-то здесь вот таким вот пользуются почему бы и нет это более безотказно не боящийся вибрации влаги сенсор вы сами понимаете на шостях это очень важный элемент конструкции ну что ж ребят инспекцию по этому самолету мы закончили этот самолет скорее всего точно забирают очень интересная машинка которая очень неплохом состоянии наработка 500 часов сейчас пойду смотреть документы на вопрос почему вы его этот самолет продаете владелец ответил очень просто хочу поменять на такой же но на другой а именно вот стоит 2 отличаются они между собой только силовыми установками здесь 912 ротекс на 100 лошадиных сил здесь 915 только и всего так ребят поехали дальше так ребята машины 2017 года выпуска да вот уже такую кучку наблюдаете то еще вот этих надо сюда положить чтобы вот смотрите это только 2017 год выпуска но не считая электронной информации то есть понимаете да самолет будет становиться это еще вот этот самолет будет становиться взрослее ребят а вот эта куча будет увеличиваться очень приятно удивил тот момент что ребят формуляры поверенные то есть прошиты как положено смотрите видите видите вот смотрите видите то все легитимное оно все заполнено как положено если честно даже скучно было потому что не до чего докопаться далее значит спецификация причем составлены конкретно на этот самолет а не для протоколов но магнуловская спас система карта смазки в отделе составил ее сам очень интересная бумажка это была комната это основная книга ребят смотрите как если не для протокола тоже настоящее то есть все здесь есть все достаточно аккуратно сделано очень полезная книга на американских самолетах такая сама собой полагается на многих утралайт я ее не вижу здесь она есть заканчиваем работу ребят самолет семнадцатого года честно говоря не знаю зачем меня сюда кудрях привез потому что 506 всю процедуру от и до из уважения к клиенту из уважения к лицу и у женею колесовскому вот весь я сейчас секунду зайдем к соседям а потом вы соседи это вот эти вот ребята зашли к дяде саше но вот это в мажор что-то там не малость поднапрягает вот ограничители стоят вот суды течер заставили сделать все вам покажу смотрите вот эти раз и пошла он контур заземления мы жирням пожирня ческать нигде даже ни капли масла нету видите ребят как будто такое ощущение что я здесь не работает вот зато флаги все есть так ладно спасибо вам большое так ребят на этом заканчивается наша инспекция если быть до конца откровенно не знаю нах меня сюда андрюха притаранил на что машина 2017 года 500 часов наработки вот в этой организации прошла 500 регламент буквально недели две назад все бумаги мы просмотрели все соответствует количество посадок согласно документации записям очень маленькая по соотношению количеству налет налета то есть дяденька летает далеко с большими лагерем лагами в общем то очень даже круто хвалить машину не буду очередная инжишка но уже не инжишка я bristol 5 вот убираемые шасси шасси порадовали шасси очень имеют серьезную такую обоснованно основанную конструкцию то есть не просто электрические актуаторы как на телках было и были сделаны а настоящий гидравлические системы уборки выпуска шасси но со своей системой безопасности аварийного выпуска и бла-бла-бла ну вот на сегодня работа заканчиваем забираем свои деньги и едем назад эндрюх скажи что нибудь умное сколько летаю ни разу ци и грифи ци икс на крыле не видел но это другими словами подписывайтесь на наши каналы ребят и давайте развиваться вместе всем пока ну че теперь поехали обратно что ли